Вчера на арене MGM Grand в Лас-Вегасе Мэнни Пакео легко разобрался с Эдраном Бронером, успешно защищав свой титул WBA регуляр в полсреднем весе. Не прошло и суток, а у Пакмана уже появился потенциальный соперник для возвращения на ринг. Правда, вызов оказался довольно неожиданным, потому что его бросил чемпион мира по версии WBA в 130 фунтах Джервонте Дэвис. Я хочу драться с Мэнни Пакео в следующем, завтра же звоню Элу Хэйману. Конечно, такое заявление Дэвиса вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях, поскольку многие фанаты бокса восприняли это как дешевую игру на публику. Между танком и Пакманом три категории и вряд ли американец пойдет на переход в 147 фунтов, а значит поединок должен пройти в промежуточном весе. Это в свою очередь не сильно интересно 40-летнему Пакео, который давным-давно отвык от мучительных весогонок. Британский промоутер Эдди Хирн выразил надежду на то, что Геннадий Головкин решит присоединиться к стриминговой платформе Дозоун. Геннадий умный парень, он со всеми поговорит и примет решение. Думаю, это произойдет уже скоро. Оставим ему эту возможность. Джон Скипер и я будем рады видеть его на Дозоун. Мы бы очень хотели, чтобы Головкин был в этом миксе с третьим боем против Канело или даже с Дэнни Джейкобсом, как только он победит Альвареса. На мой взгляд, это единственная платформа для средневесов. Все титулы сейчас на Дозоун. Я знаю, что Геннадий Головкин заботится о наследии, о чемпионстве. Он хочет биться с лучшими, а чтобы это сделать, ему нужно подписать контракт с Дозоун. Какое бы решение он не принял, мы отнесемся к нему с уважением, но мы бы очень хотели, чтобы он стал частью нашего невероятного путешествия и сразился бы с победителем поединка Канело Джейкобс. Журналист The Ring Майк Копиджер поделился некоторыми деталями контракта Сауля Альвареса и Даниэла Джейкобса, которые они подписали перед боем. Источники у боя Канело Джейкобс будет пункт о регидратации. Второе извешивание состоится в 8 утра в день их титульного боя. Ни один из парней не сможет взвесить более 170 фунтов. Штраф составит несколько сотен тысяч за каждый фунт перевеса. Напомним, Джейкобс решил не участвовать в аналогичном взвешивании IBF перед боем с Головкиным. Также журналист BoxingNews24.com Шон Джонс прокомментировал ситуацию со штрафом. Очевидно, Канело не хочет встречаться с парнем, который будет на 10-15 фунтов тяжелее его в ночь боя. Сделка о восстановлении – это способ для Канело и его промоутеров Golden Boy Promotion иметь более равный поединок с Большим Джейкобсом 4 мая. Первые 17 боев Джейкобса в профи были суперсредним весе. Для Канело Джейкобса следовало внести отдельные штрафы. К примеру, для Джейкобса за фунт перевеса он был бы равен 300 тысяч долларов, а для Канело 5 миллионов долларов. В этом будет гораздо больше смысла, потому как штраф в 300 тысяч долларов навредит Джейкобсу, но не обязательно будет являться сдерживающим фактором для сказочно богатого Канело, пишет автор. Напомню, что за каждый лишний фунт перевеса спортсменам придется раскошелиться на 300 тысяч долларов. Олимпийский чемпион из Казахстана Даниар Юлисинов первый бой в 2019 году проведет в США. Подробнее о подготовке рассказал менеджер Даниара Юлисинова Зия Алиев. Бой намечен на 15 марта, соперник еще неизвестен. Даниар отправится в США для подготовки к поединку на следующей неделе. Также, по его словам, в ближайшее время будет определен формат поединка. Чемпион WBA в полтяжелом весе Дмитрий Бивол поделился мыслями о следующем поединке и возможном бое с мексиканцем Саулем Канело Альваресом. Конечно, я хочу обвинительный бой или еще один пояс 168. Неважно, я хочу драться за пояс. Если у Канело есть пояс, я буду рад боясь с ним. Сергей Ковалев прокомментировал обвинение в свой адрес в нападении на женщину, который якобы произошел летом 2018 года в США. По мнению Ковалева, история раскручивается искусственно перед боем-реваншем с колумбийцем Элойдером Альваресом. Дорогие друзья, любители бокса и все, кто в курсе последней громкой новости касаемо меня, хочу попросить всех вас не делать поспешных выводов по ситуации, в которой меня обвиняют и выставляют свете не совсем лицеприятной форме. Ведь вы не знаете деталей произошедшего. Для меня это больше всего кажется спектаклем, в котором я играю главную роль, не более. Да и не кажется ли вам странным, что произошедшее произошло якобы в июне прошлого года, а заявили о нем накануне моего реванша против Альвареса. Тайсон Фьюри поделился информацией о переговорах с промоутером Энтони Джошуа Эдди Хирном. Со слов Тайсона, он дал последнюю возможность Эдди заинтересовать его. Сначала Хирн спросил, прежде чем мы сделаем первый шаг, стоит ли вообще говорить о бою. Я сказал, что я готов и спросил, сколько они предлагают. Не получив ответа, я спросил, ты обо мне не забыл? Он ответил, нет, я просто хочу сделать все правильно. Я попытался в последний раз и дал ему последнюю возможность. Непобежденный казахстанский боксер Али Ахмедов, владеющим поясом молодежного чемпиона Всемирного боксерского совета WBC в полтяжелом весе, вошел в топ-15 рейтинга. В данный момент он выступает за промоутерскую кампанию Triple G Promotion, основателем которого является Геннадий Головкин. В рейтинге WBC Ахмедов располагается на 15-й строчке. Чемпионским поясом WBC в этом весе владеет украинец Александр Гвоздик. А на этом у меня все, спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках.